Соседи прислали подарок Мусе. Вот такую штучку. Курица. Курица. Мякенькая. Все как мы любим. Тихо-тихо-тихо. Дай я выложу-то хоть Мусе. Что-то казартно. Коты это такие существа, которые не терпят примедления. Все. Муся завтракает. Хлямсый-хлямсый. Так-то она гладиться не дается. Вкусная курочка. Вкусная-вкусная. Нормальная. Погодка у нас нынче удивительная. Сегодня ночью. 1 апреля и была гроза ночью. Во-первых, перед сном была гроза часов в 11-12 гремела и утром проснулись опять гремит. Прям вообще. Причем забавно. Солнце выглядывает с одной стороны. С другой стороны сверкают молнии. Гремит страшный гром. Нечасто такое бывает. Ну так в общем тихо и спокойно идет гроза без последствий без ураганного ветра. И сейчас вот через часик где-то все это дело прекратится. Гроза собственно уже ушла. Остался только дождь, который через час прекратится. Гроза ушла, оставила за собой дождь. Вот друзья, наблюдаем капризы погоды весенней нашей. Буквально позавчера еще у нас было плюс 19. Пели птички. Потом сменился ветер резко. И вчера с плюсом мы перешли плавненько на минус. В данный момент у нас минус четыре с половиной, минус пять вот так вот гуляет. Сейчас в машине ездил, термометр показывает. Четыре с половиной, минус пять. Я между прочим за это время успел переобуться в летнюю резину. И сегодня немножко маялся, когда выехал в город, но ничего, слава богу вернулись живыми и невредимыми. И при этом у нас видите вылез уже декоративный лук, тюльпаны, нарциссы. Вот такие вот подснежники получаются теперь. Не знаем, как они это все дело перенесут, но надеемся, что перенесут и порадуют нас. Здесь у нас перед воротами точно такая же картина. Заснеженные тюльпаны и таблички от них, чтобы не спутать сорта. Даже успели вылезти крокусы, вот такие вот бутончики синие. Один и где-то здесь второй, вот он. Наш газовый счетчик стал бодрее отсчитывать кубометры, потому что подморозило. Датчик дал команду и котел пошел потреблять газ. Дома у нас ничего не изменилось, как было плюс 21, так и осталось. Но счетчик говорит, что кубометры расходуются активно. Но тем не менее, слышно пение птичек. То есть птички настроены оптимистично. И это правильно, потому что буквально еще сегодня и завтра поддержится минус. А с выходных начнет опять плюсеть. Мы там смотрели, по прогнозу уже плюс 14 ожидается. Так что все это ненадолго. Все это дело растает. И весна непременно наступит. Сейчас в курятнике. За бортом у нас снежок. Минус 5, по-моему, сегодня. Здесь так более-менее. Но для индюшат не очень хорошо. Сегодня такой день, когда мы прибираем наш курятник. Протапливаем его для того, чтобы завтра сюда принять индюшат. 35 индюшат хайбрид конвертер приезжают к нам завтра. Поэтому нам надо будет сегодня подготовить курятник. Я тут вспомнил просто у нас перед уборкой. Иничка здесь лежит на печи всегда готовая. СО. Столовая отборная. Вот. Хлам кое-какой выгребли из углов. Из всяких коробки какие-то, в которых когда-то привозили птицу. Ящики, которые для растопки готовили. В общем, все это надо будет сжечь. И переселить, самое главное, вот этих вот подружек, старушек. Решили объединить два стада. Старушек и молодушек. Посмотрим, что из этого будет. В принципе, когда решетки наверху не было, эти куры, молодки, пролезали сюда и жили, можно сказать. По паре дней, да. То есть они как бы немножко так с ними знакомы. Живут они через прозрачную сетку. Надеемся, что каких-то боев без правил у них не будет. Но если что-то заметим такое не то, то, вероятно, их придется переселить на улицу. Сейчас как раз немножко потеплеет на улице. Буквально вот с завтрашнего дня начинает теплеть. И тогда можно будет их перебазировать на улице. Потому что из тепла в минус как-то курицу не очень хочется переселять. Ну да, это жестоко. Сегодня у нас есть целый день на то, чтобы наблюдать за их поведением. Да, здесь надо немножко будет прибраться, опилки убрать. Вместо поилки я поставлю сюда брудер. Натопим печку, нагоним здесь 20-25 градусов, чтобы было тепло и сухо. И завтра у нас будут индюшата. Об этом мы снимем следующий ролик, покажем обязательно. Ну а сейчас будем отлавливать подружек вон. Илья, пойдешь помогай? Угу. Всем привет. Кур всего 6 штук. О, профессиональный хват. Вот это очень спокойная такая курица. Она у них курица-главарь, как вы поняли. Курица-проводив. У нее такой гребень мощный, как у петуха. Борода. И она самая чистая из всех. Вот все как бы уже такие... Такая экстерьерная курица, образцовая. Остальные такие выглядят очень так скверненько. Непрезентабельно. Непрезентабельно. Вот я не знаю, кстати, несется она или нет. Может она просто так ходит, красуется, но при этом не несется. Так, подружки, встречайте новеньких. Знакомьтесь по новой. Теперь уже... В реале. Да. Прямой контакт. Сейчас надо двух оставшихся. Так. Мне кто-то тут лопату подставил. И я на нее чуть не обрушилась. Так, подружки. Сейчас не стоит с вами. Все, убежала. Сейчас поймем. Это в уголочек ее там. Еще и яйцо добавили. Отлично. Успели яйцо снести. Успешная охота. На последующих. Второе. Главное не забыть теперь. И можно наблюдать. Так, вот поюку. Я не знаю, я наверно отсюда уберу. Конечно. Сейчас все будем убирать. Она пока не нужна. Отставить уголок. Ну, если только на время уборки. На время, да. Ну, в принципе, здесь надо будет высказать уголочек. И поставить сюда бруду. Так и сделаем. А дальше будет топить печку. Просто топить печку. Вот эти опилки, они еще такие. Их только-только вот пару-тройку дней как насыпали. Сухие. Да, они сухие. И они еще пригодятся. Сейчас начнем топить печку, они вообще засохнуты. Будут просто сушить. И эти опилки можно будет досыпать таким образом. А часть оставить под брудером. Да. Индюшатом я такие опилки не буду сыпать. Когда вот уже они подрастут. Отпускать на пол будем их. Но эти опилки, они из-под кур. Там могут быть болезни какие-то. То есть мы здесь все это дело обработаем. И засыпем свежие чистые опилки индюшатом. Старушки сгрузились в один угол. Их окружили молотки. Может даже и не подружиться. Битва эпичная. Это как раз наша курица командирша. Пытается выяснять отношения. Внизил ее. Напрыгивает на всех, поклевывает. Возможно вариант будет туда переселять. Ну мы сейчас дождемся тепла хотя бы. Куры ведут себя и ощущают по принципу нас мало. Но мы в тельняшках встали кругом и обороняются. Ну вроде пошли плевать. Стареньких курочек видно по пожелтевшему оперению. А еще у них видать как-то ломаются хвосты что ли. И кровь поступает. Поэтому такие попки черные. Хвостовое оперение. И все что рядом. Имеет очень неприглядный вид. Ну посмотрим. Может быть адаптируется все таки. Если нет то дождемся 1-2 дня и переселим их. Как уже Дмитрий сказал на улицу. А тем временем пошло наполнение жерла печи. Ящики из-под овощей. Очень хорошая растопка. Хорошо что сделал большое помещение для дров. Топка. Топка большая объемная. Длинная туда. Глубокая. Один спалю ящик. Сейчас второй. На следующий раз топку оставлю. Сторонки. Прям за курами надо будет наблюдать внимательно. Да. Будем ходить сегодня в течении дня смотреть. Поэтому сделали это в первой половине дня. Чтобы хотя бы контроль был визуальный. За происходящим. И сейчас тут поселится тепло. Но не сейчас. Через какое-то время. Заслонку надо открыть. Заслонку ополняем. Забыл. Забыл. Она открыта была. Вентилировалась. Заслонка открыта. Я смотрю пламя не погасло сразу. Погаснуть оно бы не погасло. Просто дымище повалило к нам сюда. Повадился я растапливать горелочкой. Газ больше не покупаю. Заправляю прямо из пропанового баллона. Купил переходник на Али. Заправляю баллончик. Отходится рублей шесть баллон. Ну от шести до десяти. Ну не больше десяти рублей баллончик. Очень удобно. И очень выгодно. Что немаловажно в наше и в любое другое время. Почти как спички. Ну так то я смотрю. Курочки в принципе адаптируются. Уже пошли клевать. Пить. Водичку. Вода. И кормушка у них абсолютно. Такие же. Поэтому вроде как. Пока все притихло. Бои. Снизили свою интенсивность. Выяснение отношений. Забавная история. Вот сейчас прошло где-то около минут 30-40. Значит куры разделились. Маленькое количество. Четыре-пять. В одном уголку. Сейчас я открою. А все остальное братья сгрудилось вон там. Две курицы заняли верховенствующее положение. Парочка гуляет. Одна пытается прибиться туда. Втесаться. В уголочек. Где все. Основная масса кур. Интересно. Брудер был приведен в порядок. Сейчас его будут устанавливать на место. Мои бодрые мальчики. Несут. Тихо. Лопату осторожненько. Конечно. Лопату не зайдет. Сейчас его почистили. Обеспылили. Будем устанавливать и проверять электричество. Тихо. Тихо. Наоборот. Нагляем их к тебе. Так. Поворачиваем наоборот. Да. Оп. Ай. Молодец. И заходим. Дверь следит. Да. Оп. 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 Готово. И сейчас нам надо будет проверить все бортовые системы корабля, которые работают у нас. Вот у нас наглядатель. И наш этот талончик. Терморегулятор. Вентилятор заглядел. Все. Свет включился. Ожидание. Нагревает элемент или не нагревает. О! Обжегся. Не-не-не. За вентиляцией. Греет. Отлично. Тепленький. Прямо такое ядро стало. Диагноз поставлен. Все у нас работает уже который год. То есть материальчик был качественный. Сейчас надо будет настроить. Задать температурный режим. Свет нам в принципе не нужен. Застелим пеленками. И будем встречать, ждать завтра время. Параллельно печка топится. Температура нагнетается. Ну а я с вами прощаюсь на этом. Всем пока. До новых встреч.